Преступление и наказание Достоевского. Руслана Людмила Пушкина. Воительница Николая Лескова. К этим литературным произведениям Станислав Косинков питал особую любовь и трепет. Для Станислава Степановича книга была самым главным и самым важным в жизни. Он говорил, что книга сделала меня человеком. То есть, как его друг, близкий поэт Станислав Минаков и писатель Станислав Минаков, говорил, что я такого книгачей, как Станислав Косинков, среди художников и вообще во всем моем окружении просто не знаю. Над графикой к Руслану Людмиле Косинков работал в течение трех лет. Все иллюстрации выполнены в цвете. А вот Преступление и наказание дополнено рисунками в черно-белых тонах, что помогает читателю понять образный мир, созданный в романе. Для Станислава Косинкова Достоевский был кумиром. Это большой мастер. Прежде всего, это профессионал своего дела. Мы всегда ценим эту сторону. Ну, а кроме того, все знают, как Косинков чувствовался в личность Достоевского и создает впечатление, что он себя порой идентифицировал с персоной Достоевского. Картины, представленные в экспозиции, выполнены в различных техниках. Линогравюра, литография и смешанная техника. Все работы – из фондов художественного музея, в котором собрана самая большая коллекция произведений Станислава Косинкова. Отметим, что выставка проходит в рамках Шереметьевских музыкальных ассамблей, организованных Белгородской филармонии. В этом году Шереметьевские музыкальные ассамблеи проходят под девизом синтеза, слияния, единения трех искусств – музыки, литературы и живописи. И вот сегодня мы присутствуем на открытии графических работ, графики Станислава Степановича Косинкова, белгородского художника. Это выставки, которые открываются в рамках Шереметьевских музыкальных ассамблей. Потому что именно эта выставка, она так же, как и девиз нашего фестиваля, преследует те же самые цели – слияние, единение живописи и литературы. Экспозиция и иллюстрация Станислава Косинкова к произведениям литературы 19 века будет работать до 15 ноября. Вадим Съедин, Евгений Северинов. К этому часу – Белгород.